Ассаламу алейкум, уважаемые телезрители, в эфире программа «Азбука здоровья» и сегодня ведущий Ясн Завур Адельгири. Мой сегодняшний гость – это Мирошниченко Наталья Алексеевна, урогинеколог клиники «Целитель». Наталья, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо, что пришли к нам в студию. Мы немножко спешили, скажем так, уважаемые телезрители, потому что со временем поджимало. Тема нашей сегодняшней беседы – это проблемы мочеспускательного канала, а точнее недержание мочи. Правильно я вас понял? Правильно. Мы заранее немножко обговорили нашу тему беседы, и поэтому эта проблема очень объемная. Мы сегодня будем много говорить. У меня много вопросов, но не как у страдающего этим заболеванием, а у человека, который хочет для вас полноценно раскрыть эту тему. Вас, уважаемые телезрители, я попрошу отправлять интересующие вопросы по системе WhatsApp на наш номер. У меня вот здесь лежит планшет. И вы можете также участвовать прямо в эфире, если у вас есть какие-то проблемы. Мы имен не будем называть. Эта тема достаточно интимная, скажем так, и многие люди стесняются этих проблем. Но она, как я понимаю, как вы сказали, актуальна. Да, это самая актуальная тема, особенно касающаяся населения Дагестана. Почему? Потому что все наши сограждане, все наши соотечественники, земляки, они молятся. И это очень важно для них, чтобы все было как положено. То есть недержание мочи, это для них очень серьезная проблема. И в последнее время стали обращаться как мужчины, так и женщины часто с этой проблемой, которой, собственно говоря, мы можем оказать помощь и содействие, если вы будете обращаться. Я напомню нашим телезрителям, что главным спонсором нашей программы является клиника «Целитель». И Наталья Алексеевна как раз-таки представляет ту клинику. Часто ли, ну вы уже сказали, что часто люди обращаются, но вы урогинеколог. Это немножко, скажем так, более всеобъемлющий специалист, нежели уролог или же гинеколог. Вы охватываете различные профессии, различные заболевания, точнее, которые связаны с теми системами организма. Все-таки, как вы считаете, основные причины появления этого заболевания, как недержание мочи, какие есть вообще причины? Очень объемный вопрос. Да, ну у нас есть много времени. И что такое само, собственно говоря, недержание мочи, нужно как бы озвучить вот этот момент. Потому что, ну вот, недержание мочи – это непроизвольное выделение мочи, не поддающееся волевому усилию. То есть, если человек усилием боли, он не может приостановить это выделение мочи. И вот это недержание, оно подразделяется на множество различных как бы подзаболеваний, к которым вот мы относим это стрессовое недержание мочи, гиперактивный мочевой пузырь и просто недержание, просто выделение мочи, которое не поддаётся никаким как бы определениям. То есть, моча вытекает усилием воли, неусилием воли, в общем-то, всё время и постоянно существуют такие тоже пациенты. И для того, чтобы оказать им помощь и поддержку, мы должны сначала определить, какое же это недержание. Потому что, соответственно, подход бывает совершенно разный. При стрессовом недержании, гиперактивном мочевом пузыре и так далее, и так далее. То есть, проще говоря, есть разные очаги заболевания. И если мы будем, скажем так, бороться с одним, а проблема будет совсем в другом. Вы, как я понимаю, это имеете в виду. И здесь нужно разобраться, как вы у себя в клинике диагностируете эти проблемы. Немножечко я хотела бы объяснить, что это такое, чтобы человек, собственно говоря, понимал вот это название. Например, стрессовое недержание мочи – это непроизвольное истечение мочи при напряжении. Напряжение – это кашель, чихание, смех. Любое напряжение, даже поднятие тяжести. Вот любое напряжение вызывает выделение маленьких порций мочи, и это есть стрессовое недержание мочи. Гиперактивный мочевой пузырь – это когда у человека возник позыв к мочеиспусканию, и тут же, в ту же секунду моча вытекает. То есть, он знает, что она должна у него выделиться, но ничего сделать не может. То есть, здесь усилие воли не помогает. Вот. И существует смешанное недержание мочи, то есть, когда присутствуют и тот, и другой компоненты. Вот. А также существует энурез. Это тоже недержание мочи в любое время суток. Но если это недержание возникает только ночью, то это называется ночной энурез, то есть, который присутствует чаще в подростковом, в детском возрасте. И мы тоже можем оказать помощь таким пациентам. Ну, если более подробно на эту тему раскрывать, то у нас существуют методы диагностики. Например. Это у вас в клинике? Они специфически отличаются от других? Нет. Это просто методы диагностики, которые мы используем для определения, какое же это недержание мочи. Например, существует вот такой вот дриптест. То есть, по этому дриптесту, это как бы анкетка такая, мы определяем, к какому же типу недержания относится данное недержание мочи. И, соответственно, значит, мы правильно сможем лечить этого человека. Для того, чтобы более глубинно определить, что же это такое, у нас существует вот такой вот дневник мочеиспускания. То есть, пациент, он должен заполнить этот дневничок. Дневник мочеиспускания, он включает в себя в течение суток, человек должен проконтролировать, собственно говоря, сколько он выпил, сколько он каждый раз, в какое время помочился. Отмечать время мочеиспускания, время принятия жидкой пищи или жидкости каких-то. И когда и в какое время был момент недержания. То есть, мы по этому дневнику мочеиспускания тоже можем сразу и глубина определить, к какому типу относятся. А от этого уже зависит наша помощь. То есть, мы очень легко сможем оказать помощь такому пациенту. Вообще, у пациента больше мужчин или женщин всё-таки? Или уже нет такой, скажем так? Больше женщин, больше женщин. Ну, я хотела сказать немножко о статистике. В общем-то, вот это заболевание, как таковое, недержание мочи, оно чаще бывает у женщин. Вот по статистике мировой 45% женщин страдает этим недугом. Во всём мире? Во всём мире, да. Это мировая статистика. А есть ли, скажем так, какие-то очаги? Я имею в виду центры, где больше всего. Нет, центры нет. Потому что я потом объясню, чем это связано именно у женщин. А у мужчин такой недуг бывает только в 6,5%. Видите, какая разница? Ну да, значительная. Поэтому, естественно, обращается женщина. И в основном, конечно, это связано с родами, с операциями, которые переносят женщины. И, естественно, у них нарушается там... То есть повреждения какие-то происходят. Да, да. Вот послеродовые различные повреждения мышц. Если вот так объяснять. Ещё недержание мочи, оно бывает связано с какими-то воспалительными процессами. Поэтому тоже очень важно на приёме определить, связано ли это с воспалением или это связано с другими какими-то моментами. Вот для этого, я же говорю, существуют различные анкетки у нас. Например, вот анкета для выявления заболеваний мочевого пузыря. Вот такая анкета. По этой анкете мы очень легко можем определить, с чем же связано это недержание мочи. И, естественно, когда мы уже определяем, есть ли это воспалительного характера недержания, мы, конечно, проводим какие-то противовоспалительные лечения. Не просто противовоспалительные лечения. Если это задействован здесь мочевой пузырь, уретра, то, естественно, мы проводим противовоспалительное лечение мочевого пузыря, уретрита, то есть цистита, уретрита. То есть это всё может определить только врач. То есть, например, для меня немножко ноу-хау, то, что вы говорите, потому что я с этой болезнью никогда не сталкивался, обычно для меня, то есть, приход в больницу, это обязательно задача каких-то либо анализов, то есть, не просто задача вопросов, там, как у вас все болит, здесь в этом случае нужно проходить и анализы какие-то. Конечно, обязательно нужно сдавать анализ крови, мочи, сделать УЗИ для того, чтобы мы могли определить, воспаление ли это, или это не связано с воспалительным процессом. И первым делом, конечно, если пациент пришел, мы собираем анамнез. Анамнез – это как раз и вот эти анкеты сюда входят, и задаем вопросы различные, что с человеком произошло в течение жизни, почему у него возникло это недержание. Это могут быть какие-то операции, у мужчин это аденома, и операции после аденома, которые дают недержание, или какие-то воспалительные процессы, уретры, мочевого пузыря. Это то, что связано с мужским населением. У женщин это те же роды, операции различные, связанные и с родами, как кесарево сечение, и другие операции, которые по гинекологии они перенесли. А также воспалительные процессы, которые часто тоже присутствуют у женщин, это циститы, уретриты, вот в этом плане. Мне интересно, а вот это вот заболевание, оно формируется со временем, или же после какого-то определенного, скажем так, какой-то ситуации, после родов? Я имею в виду то, что можно ли как-то предупредить заболевание, чтобы оно не появилось в конечном итоге? Предупредить, думаю, нет, потому что если это у молодого человека появляется, это недержание, то оно, скорее всего, связано с каким-то воспалительными процессами. Если это у ребенка, то это тоже может быть много причин. Первая причина – это тоже какой-то воспалительный процесс. Ну, и дальнейшие какие-то нейрогенные бывают, причины и так далее. То есть это нужно выявить. А у взрослого, как я уже сказала, это, видимо, операции перенесенные. Ну, очень часто, если уже достаточно такой взрослый человек, это может быть связано с гормональными сдвигами, то есть со снижением гормонального фона. То есть это преклиматерические состояния в основном у женщин. Хотя у мужчин сейчас тоже уже определяют, что тоже бывает с этим связано, со снижением гормонального фона. Поэтому и в лечении тоже присутствуют гормональные препараты, которые вот именно в этом возрасте не достают пациенту. В общем, если вы хотите, чтобы более подробно… Мне знаете, что еще интересно? Гораздо проще, когда ты сам заболел такой болезнью, ты понимаешь, в чем проблема, сразу обращаешься к врачу. Но вот у детей все-таки здесь же очень сложно определить. Это просто ребенок не может пойти в туалет или же он чем-то болеет. В этом случае как можно распознать болезнь у ребенка? Это очень сложно, да? Точно так же. Сначала первым делом мы сдаем анализ мочи. Если там присутствует воспалительный процесс, то чаще всего бывает с этим связано. Если нет, мы делаем дополнительные исследования. Это УЗИ мочевого пузыря, УЗИ почек. Потому что бывает и с другими проблемами это бывает связано. Или тогда присоединяется консультация невролога. То есть часто неврологические проблемы тоже дают такие моменты недержания. Насколько я знаю, есть не то чтобы лечение недержания мочи происходит еще и с помощью психолога. Если это помогает ли это, в каких случаях лучше обращаться к психологу. Потому что, насколько я знаю, многие мужчины, особенно страдают стрессовыми, они думают, что это проблема физиологии. На самом деле это психологическая подоплека. В каких случаях это влияет именно со стороны психологии? Ну, со стороны психологии я не сталкивалась, чтобы эта проблема возникала. Но думаю, что психолог может оказать помощь уже в ходе лечения. Почему? Потому что бывают пациенты в депрессивных состояниях, когда вроде бы мы провели лечение, все хорошо, но все равно эти моменты до конца не снимаются, потому что он психологически настроен на то, что у него эта проблема не снимется. Поэтому здесь, конечно, нужна помощь психолога. То есть убедить его в том, что любую проблему можно снять вполне реально. Нет, с помощью врача. Самостоятельно, ну, смотря что. Смотря что. Ну, в данной проблеме самостоятельно. Ну, я имею в виду, есть какие-то категории. То есть, когда ты уже полностью прошел курс лечения, нужно как-то себя самого настроить на это обязательно. После того, как прошел курс лечения, да, можно снять. Как лучше лечить эти заболевания? Есть, наверное, какие-то методы и с помощью лекарств, и без лекарств, и, наверное, уже, скорее всего, и хирургия. Расскажите, пожалуйста, об этом поподробнее нашим телезрителям. Ну, для того, чтобы лечить, мы сначала должны поставить диагноз, правильно? Ну да, обязательно. Вот. Если пациент приходит к доктору, то первым делом он собирает анамнез. Что это такое? Это первый этап обследования, то есть, когда врачу необходимо предоставить полную информацию обо всём, что с пациентом происходит. То есть, если это женщина, то количество родов, продолжительность, обо всех оперативных вмешательствах на органах малого таза. А также о сопутствующих заболеваниях, таких как сахарный диабет, который тоже, так сказать, ухудшает это состояние, инсульт и так далее. Что перенёс человек, какие болезни? Второе, что мы должны обязательно делать, это осмотр. То есть, если это женщина, то мы делаем влагалищные исследования, при котором берутся различные анализы. Это мазки, шейки матки, влагалища, и они отправляются на исследования, на ПЦР-диагностику, потому что различные микроорганизмы могут вызвать воспалительный процесс и, естественно, уже привести к этому моменту недержания. После этого делается ультразвуковое исследование, как мочевого пузыря, так и почек. Существуют такие методы исследования, как тест с прокладкой, который проводится для определения количества непроизвольно выделяемой мочи. Потом уродинамические исследования. Как я говорила уже, дневник мочеиспускания, это в обязательном порядке, который вообще нам поможет определить, что же происходит с человеком в течение суток. Казалось бы, просто заполняет дневника, но это имеет огромное значение. Да, это огромное значение, потому что, во-первых, мы будем видеть количество раз, сколько он за сутки помочился, сколько днём, сколько ночью. Количество выделенной мочи – это очень важно. Где, в какие моменты произошли утечки, так сказать. То есть, где произошла потеря мочи, при каких ситуациях. Всё это в дневничке записывается. То есть, вот дневник мочеиспускания, он даёт нам очень такой вот полноценный, полноценный картину болезни. Как бы картину, да. Вот здесь и отмечается измерение мочи, то есть количество. Этот дневничок нам даёт очень большую информацию. Потом существует ещё урофлоуметрия. Это оценка показателей мочеиспускания. Существует такой прибор, урофлоуметр, при котором мы, в общем, определяем, как происходит мочеиспускание. То есть, что задействовано, что нарушено. То ли сократимость мышц мочевого пузыря, то ли сократимость области сфинктера мочевого пузыря. То есть, это тоже очень такие тонкие исследования, которые нам помогут оказать уже дальнейшую помощь. Существует такое ещё исследование, как цистометрия. Это измерение давления в мочевом пузыре во время его наполнения жидкостью через катетер. Но это более сложное исследование, оно проводится в стационарах. То есть, что, в принципе, возможно в вашей клинике? Возможно, собственно говоря, да. Да. Вот. Следующее исследование, которое при этом проводят, это профиметрия уретры. То есть, измерение давления в мочеиспускательном канале. Видите, сколько очень важных таких методов исследования. И существует ещё один такой новый метод исследования. Это электромиография. Измерение сокращения мышц промежности. То есть, чтобы произошло мочеиспускание, задействуются мышцы мочевого пузыря, сфинктер, уретр мочевого пузыря и мышцы промежности. Видите, на каком уровне произошло нарушение при вот этих исследованиях, мы можем выяснить. Чтобы наши телезрители не испугались, давайте, наверное, отметим, что все эти исследования не обязательно делать при каком-то определённом виде болезни. Нужно при тех или иных видах делать определённое количество исследований. Да, мы всё, так много всего не будем делать. Люди не дают это до лечения. Да, это просто общая я вам информацию даю. А, собственно говоря, всё это не нужно делать, если мы уже какими-то там другими тестами определим наше заболевание. И, естественно, уже лечение у нас в соответствии с тем, что мы выявили, лечение недержания мочи уже может быть немедикаментозным. То есть, если это лёгкая такая форма недержания, то мы вполне можем предложить нашим пациентам, нашим согражданам обычные упражнения. Как они многие уже знают. То есть физкультура и здесь помогает, так или нет. Да, многие знают такое название упражнения, упражнение Кегеля. У многих на слуху эти упражнения. Но они на самом деле помогают в самом начальном проявлении этого заболевания. Ну, что это за упражнение Кегеля? В нескольких словах я объясню, что это не такая страшная вещь, что это можно любому человеку выполнять, когда у него только-только начались вот эти вот проблемы. Вот, например, упражнение первое – это просто сжатие мышц промежности. Напряжение. Напряжение и расслабление, да? Напряжение и расслабление. Чередование этих напряжений на счёт три. Три раза сжатие, три раза расслабление. На счёт три расслабления, на счёт три сжатия. И вот это упражнение выполняется сначала 10 раз, потом с каждым днем увеличивается до 30 раз в сутки. Это совершенно не занимает большое количество времени, и никуда ходить не нужно. Это все можно делать и на работе, сидя на стуле, и в любом месте, даже маршрутке, в автобусе и так далее. Но зато оно настолько действительно помогает, но только хочу сказать, что в начальных стадиях вот этих проблем. И следующее упражнение Кегеля, тоже относится к упражнению Кегеля, это разновидность такого упражнения, как сокращение быстрое. Здесь вот на счет 3 сокращения, на счет 3 расслабления. А это просто в течение 40 раз. Быстрое напряжение мышц в промежности. Его тоже можно выполнять несколько раз в день. Если кого-то заинтересуют эти упражнения, я думаю, можно посмотреть в интернете более подробно все это. Там есть и картинки, как все это выполняется, другие там разновидности упражнений. Ну, я считаю, что все они помогают в начальной стадии. Потому что, ну, если кто-то считает, нет, они не помогут, они помогают. На самом деле это все помогает. Но если у вас нет воспалительного процесса, конечно. Поэтому, чтобы определить, с чем связаны эти моменты недержания, естественно, нужно обратиться к доктору. И вместе, совместно при общении мы уже выявим, с чем же это связано. Что это не такая страшная проблема, что мы можем найти вполне выход из этой ситуации и определить. То есть, если уже стадия недержания мочи более такая глубокая, то существует медикаментозное лечение. Существуют такие медикаменты, которые действуют или на мышцы мочевого пузыря, или на сфинктер мочевого пузыря и уретры. Для этого, вот я уже сказала, существуют такие исследования, которые нужно определить. С чем же связано? Если это связано все-таки с мышцами мочевого пузыря, то существуют одни медикаменты. Если сфинктер не расслабляется или не сокращается, то другие медикаменты. Но если тут уже задействованы мышцы промежности, конечно, уже оперативное какое-то вмешательство. Вообще, оперативное вмешательство, я бы хотел на этом немножко более подробно остановиться. Часто люди боятся, скажем так, хирургов. То есть это крайняя мера все-таки, да? Это крайняя мера, однозначно. Вот в этом случае вообще стоит ли делать операцию? Или есть какие-то обстоятельства, когда уже, ну все, нельзя не делать, а то это, не скажем так, летальный исход, но будет что-то страшное? Летального исхода не будет, однозначно. Поэтому здесь бояться не стоит. Ну а операция это громко сказано, потому что операция вот при недержаниях, собственно говоря, это амбулаторно. Можно выполнять амбулаторно. Но лучше в стационаре. Значит, существуют такие операции, как ТВТ. Это обычная петля, которую ставят вокруг уретры. Но, естественно, ее у нас в Дагестане, ее выполняют в стационаре. Амбулаторно не в нашем целителе тоже не выполняется эта операция, потому что она требует наркоза. Вот, поэтому, если уже до этого дошло, то ее делают в стационаре. Это очень несложная операция, она достаточно легкая. Но единственное, что я хочу сказать, что не всегда она дает эффект, эта операция. Поэтому не стоит доводить до того момента, когда придется все-таки нам прибегнуть к этой операции. Лучше обращаться сразу к доктору, не стесняться, сказать свои жалобы. Потому что, если не я, то существует много других докторов, которые эту проблему хорошо знают, хорошо разбираются в ней и вполне могут оказать вам содействие и помощь. Да, этот момент хотелось подчеркнуть, потому что многие люди не обращаются с этими проблемами в больницу. В первую очередь, потому что стесняются. Да, надо обращаться. Потому что боятся лишних взглядов и так далее. Все это имеет значение для каждого человека. У меня большой вопрос, и некоторые наши телезрители интересуются, что касается детей. То есть, опять же, ребенок-то 6 лет, у него происходит мочеспускание ночью в течение трех раз. И стоит ли бить тревогу? Вопрос такой. Конечно, стоит бить тревогу. То есть, может быть, какая-то проблема все-таки? Ну, если это только началось, или если оно так и было, все время он мочился ночью до 6 лет, они не обращались, это, конечно, очень плохо. А если проблема только началась, то, я думаю, надо сразу обратиться к доктору. Может быть, это очень легко с этим справиться. То есть, сейчас по телефону сложно сказать, с чем это может быть связано. Может, это банальный просто воспалительный процесс в мочевом пузыре, и легко от него избавиться, и очень легко снять эту проблему. Вот поэтому я думаю, что все-таки стоит вам обратиться к доктору и не доводить до более глубокого какого-то изменения в мочевом пузыре или в уретре у этого ребенка. Я хотелось бы немножко уточнить у вас, Наталья, в каком именно целителе вы принимаете? Где лучше проходить диагностику именно с вами? Потому что многие телезрители, я уверен, заинтересовались и к вам как специалистам, и куда лучше обращаться? Я работаю в поликлинике «Целитель» на Толстого 5, угол Толстого 5 и Каркмасова 14. Это здание находится возле ЦУМа, на четвертом этаже находится кабинет уролога, кабинет номер 7. Пожалуйста, с удовольствием ждем вас в этом кабинете. Мы с вами прошли с нами по некоторым проблемам, по некоторым заболеваниям, которые касаются недержания мочи. Хотелось бы как-то конкретнее остановиться на некоторых из них. Что, как вы считаете, лучше было бы отметить для наших телезрителей, с чем чаще всего люди сталкиваются? Чаще всего, когда пациенты обращаются к нам, они жалуются на недержание мочи при напряжении. Это как такое, они отмечают самое первое, что они заметили. Что такое напряжение? Напряжение – это считается кашель, чихание, смех. Человек кашлянул, и у него произошло непроизвольное выделение мочи. В данном случае это называется стрессовое недержание мочи. То есть это как-то связано со стрессом? Да, такое недержание. Нет, это не связано со стрессами. Это оно просто так называется – стрессовое недержание мочи. Ну, чтобы люди не путались, скажем так. Да, да, да. Это просто такой момент, когда мышцы, сфинктер вовремя не закрылся. Именно при напряжении мышц сфинктер мочевого пузыря вовремя не закрывается. Это вот просто так, если объяснить, это и есть стрессовое недержание мочи. Оно происходит без позыва на мочеспускание. То есть человек не знает, что он хочет помочиться, а у него происходит вот это выделение мочи именно при напряжении. Это может происходить даже при взял какую-нибудь сумочку, поднял или какой-то предмет поднял. И вот в этот момент, когда напряглись мышцы, происходит тоже самое произвольное отделение. Это тоже считается при напряжении. То есть как кашель, чихание, как смех и поднятие любой тяжести. Вот может дать вот такую ситуацию. Может привести к такой ситуации. Конечно, это очень неудобная ситуация, когда вот человек... Ну, что удивительно, что именно вот при такой ситуации пациенты чаще обращаются, потому что для них это бывает просто нонсенс. Когда нет позыва к мочеиспусканию, и вдруг происходит отделение мочи, в такие моменты они, конечно, молодцы, стараются обращаться к доктору. Но бывает такая ситуация, когда есть позыв к мочеиспусканию, но тут же это мочеиспускание происходит. Вот в таких ситуациях, конечно, они не часто обращаются, очень редко обращаются к доктору. А хотелось бы, чтобы на это тоже они обратили внимание, потому что это тоже начало каких-то изменений, нарушений в области сфинктера, в области мышц мочевого пузыря, которые требуют нашей какой-то коррекции. Так как у нас осталось не совсем много времени, хотелось бы уделить время нашим телезрителям. Женщина пожилая спрашивает, точнее, ее внучка или дочка спрашивает, она может выйти буквально один стакан воды, и после этого сходить в туалет 5-6 раз. Это тоже, как я понимаю, проблема. Как лучше с этим бороться и что делать? А может, у нее сахарный диабет? Тоже может быть связано? Да, 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 с этим связано. Потому что при сахарном диабете получается полиурея, то есть выделение мочи больше, чем выпито. То есть это тоже нужно выяснить. Кстати, кровь на сахар и на холестерин в нашей клинике сдают бесплатно. То есть они могут и консультацию терапевта получить бесплатную по ОМС. ОМС – это имея при себе паспорт и полюс. Она может сдать анализы кровь, мочи, кровь на сахар и кровь на холестерин. Уточняю, телезрительница. Это тоже очень удобно. Бабушка не болеет с сахарным диабетом. Замечательно. Значит, нам нужно более подробненько посмотреть ее анализы. Мочу и мазочек. Какая-то проблемка или со стороны мочевого пузыря, или со стороны органов гениталии. Имеется, которая вот дает вот такую вот ситуацию. Молодой человек интересуется. Позывы частые, а выходит мочи мало. С чем это может быть связано? Это может быть связано с каким-то воспалительным процессом. Или в мочевом пузыре, или в уретре. Тоже нужно, конечно, сдать мазочки, сделать УЗИ мочевого пузыря. И посмотреть, что за... Поговорить с ним. Хотя бы поговорить для начала. Да, хотя бы поговорить, что там за проблемы. Может, у него бывает выделение. Ну, это я напоминаю нашим телезрителям, что главным спонсором нашей программы является клиника-целитель. Сегодня у нас в гостях Наталья Алексеевна Мирошниченко, урогинеколог, соответственно, этой клиники. И мы обсуждаем тему недержания мочи. Хотелось бы остановиться на проблеме, которую вы еще озвучили ранее. Это не стрессовое, а... Гиперактивное мочевое пузырь. Вот здесь, в этом случае, что вы подметите? Значит, существует еще одна такая проблема, тоже, которая относится к недержанию мочи. Это гиперактивный мочевый пузырь. Просто я не озвучила это название, но я сказала, что это когда у человека есть позыв к мочеиспусканию, это мочеиспускание происходит тут же после позыва. Это и называется гиперактивный мочевый пузырь. Ну вот я хотела обратить внимание, что именно в нашей клинике существуют еще физиотерапевтические методы лечения вот этих, так сказать, заболеваний. То есть к ним относятся как магнито, так и лазеротерапия. Вот именно в этом кабинете существует такой аппарат магнито-лазерный, магнитно-лазерный, который тоже нам поможет справиться с этой ситуацией. То есть это не операция, но это гораздо, скажем так, безопаснее. Нет, это не операция. Это как физиотерапия. Физиотерапевтическое воздействие, которое тоже очень хорошо помогает. Кроме этого, существуют еще некоторые физиотерапевтические воздействия, как вот воздействие импульсными токами и так далее. Ну, то есть в наших руках существует много методов, которые нам помогают справиться с этой проблемой. Ну, проблема в любом случае, скажем так, не уйдет незамеченная, да, у вас? Да, 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 не уйдет незамеченная. Но главное определить, с чем она связана. То есть начало этой проблемы, самое легкое окажется, если это был воспалительный процесс, и с этим связано недержание. Проведя противовоспалительное лечение, мы снимаем тут же эту проблему. Она снимается очень быстро. В Дагестане очень активно всегда обсуждается народная медицина, и люди интересуются, что касается народных способов лечения. Но это может быть не к вам, но, насколько я знаю, большинство врачей советуют те или иные продукты в своем рационе, чтобы как-то помогать в лечении тех или иных заболеваний. Что вы посоветуете нашим телезрителям? В этом случае, может быть, какие-то чаи там, я не знаю, что может быть лучше для телезрителя? Может быть, чего-то лучше ограничить, скажем так, каких-то определенных соков, воды, может быть? Должно огорчить вас, дорогие телезрители, что здесь народная медицина, конечно, если это связано с воспалительным процессом, мы можем использовать какие-то травы противовоспалительные, чтобы снять в данном случае воспалительный процесс. Ну, в других ситуациях здесь все-таки… Лучше не шутить, сказать с этим. Да, здесь все-таки проблема совершенно другая. Но если только иглотерапия, иглорефлексотерапия, то это сначала нужно поставить точный диагноз. То есть я думаю, что не стоит шутить, и нужно все-таки установить, чем же это связано. И если это все гораздо проще, то, пожалуйста, можно и применить народную медицину. Ну, отлично. А то многие люди могут подумать, что дома можно вылечить все. Здесь в этом случае, я думаю, лучше обратиться к вам, как вы уже сказали, на Толстого. 5 и картмассово 14. Картмассово 14. Это угол. Угол. Ну, я думаю, все знают, где находится ЦУМ, и вашу клинику там не заметить невозможно. Да, 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 рядышком. Наталья, ну, у нас осталось немного времени, и мы часто с вами касались тех или иных, скажем так, причин появления этой болезни. Какой лучше вести образ жизни, скажем так, к чему лучше придерживаться, чтобы так или иначе избежать этого всего, ну, как-то постараться не заболеть, скажем так. Ну, я думаю, что к здоровому образу жизни относятся все-таки занятия спортом, ну, в более взрослом возрасте эта фраза не подходит, но делать упражнения очень легкие, это упражнения Кегеля, они совершенно легкие, для более взрослого возраста они подходят. И если, ну, кого-то это интересует, мы можем дать даже распечатки этих упражнений, они могут обратиться в наши клиники и получить распечатку, какие упражнения можно проводить дома, и все эти упражнения, они настолько легкие и настолько не требуют каких-то мышечных напряжений. Вот, например, здесь и картинки есть, и как выполнять эти упражнения. Они в основном лежа или стоя проводятся. Если это более взрослый человек, лежа вполне может он эти упражнения делать, и это все-таки оказывает какое-то воздействие, помощь. Плюс наше медикаментозное лечение тоже поможет ему избавиться от этой проблемы. Я думаю, что все-таки нужно обращаться. Ну, не столько спортивный. Конечно, если говорить о наших взрослых населении, спортивный область жизни мы... Ну, хотя и можно им рекомендовать легкие упражнения. А то, что с возрастом они уменьшают количество принимаемой жидкости, как они считают, что это связано с большим приемом большого количества жидкости, связано вот это недержание, это совершенно не так, неправильно. Нельзя уменьшать количество жидкости, потому что наша мочевая система, она имеет какой-то предел. И обязательно нужно в сутки пить не менее полтора литра жидкости, чтобы почки, мочевой пузырь хорошо и полноценно работали, могли сокращаться, так как они уже приспособлены к этому. Наталья, я благодарю, что пришли в нашу студию, рассказали действительно такую, скажем так, пикантную тему. И многие люди стесняются об этом говорить, но мы сегодня постарались максимально раскрыть то, что есть, скажем так, в нашей силе, в нашем времени. Я напомню, что главным спонсором нашей программы является клиника «Целитель». Моя сегодняшняя гостья – это Наталья Алексеевна Мирошниченко, урогинеколог клиники «Целитель». Вы можете обратиться на Толстого 5, на перекрестке с улицы Каркмасова. Это район Центрального универмага, ну, ЦУМа. И я думаю, вы не заметите эту клинику, точно невозможно. Спасибо, что нас смотрели. С вами был я, Завра Длегереев. Всего доброго и не болейте. Субтитры подогнал «Симон»